хорошо работает первым номером великолепно давит конечно тут и вес и опыт все и ударная мощь вот как раз то что алексея как раз имело бы смысл вспомнить у сергея защита от луки не является сильной стороной прямо скажем учитывая что будем побыстрее можно было бы попробовать хотя попробовать вручать подвижности потому что картере идти с оппонентом который весит плюс 20 практически это это плохая алексей прямо скажем да едва кимура в стойке не поворонил я уж не помню когда я сделал сергей тоже не крылья никаким богом сергей извинился тоже все тактично уважительно но наоборот показывает то что мощный что наносить не будет и более боев такого уровня тем более от перетона не тот человек который будет заниматься подлостью продолжает алексей обороняться на ходе приходится работать попал попал отдал, попал. Сергей здорово отдавит, конечно. Молодец. Сайт на инсайт, колено. Любо дорого посмотреть. Хороший такой, настоящий бой тяжей, по которому соскучились. Тем более, что соперник, ну, ударник. Руминальный он для Алексея, если не врач. Вот Сергей Харитонов, но довольно удобный. Я думаю, там с тем же Тебурой и Алексеем было бы менее комфортно биться. Да и Сергей тоже. Да, у Марчин Тебурой это... Явно, знаете, не пряник. А польские бойцы вообще серьезные ребята. Кстати говоря, 30-го ноября в начале 44 в Туле. В главном бою Домин Гробовский. Представитель Польши. Пошел с Кеннигархом. В США. Попал, попал, попал Алексей. Попал, попал довольно серьезно. Сергей Харитонов сейчас все правильно делает. Вяжет, 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 отвисает. И бросит второй бросок. И все-таки бросит. Убрать ноги, зайти сбоку. То, что Сергей как раз отработал в тренировках. Ура! Пролез так, знаете, как через стоячего. Алексей сейчас уже уставший. Плюс премиум, что весит. Я думаю, Сергей не задавит его. Он опять, опять. Да нет. Неприятно для Алексея. Чак. Опять немедленно. Стандартно одни и те же премиумы попадает. Прислонит. Руку запустит. Оооо! А сейчас ногой своей Сергей прихватит его. Ногу за колено заведет. Сила, сил не осталось. Плюс у вас соперника плотная. Там Алексей пытается за то, что его прихватить. Скорее, вы знаете, мне кажется, Гремельюнову пытается загнуть, чтобы колено давить. В большей степени. Проходишь. Руку походим. Давай с подойми. Принимаем. Молодец. Через крепкая. Раз, раз, два. По колено есть. 10-3 еще, наверное. Вот, ошибался. Пауза. Как легко причем. Да. Такое ощущение, что как на тренировке. Приподнял, положил. Поворачиваться, подворачиваться. Да, очень правильный совет. Ну что, часики. Продолжим мысль, пока пауза. 30-го ноября в Туле. Титульный бой. Кенни Гарнер. Кенни Гарнер. Кенни будет защищать свой титул. Давненько его не видели. Просто поражение глухое. Спорному. Прямо скажешь. Да, достаточно спорному. Очень спорное поражение Константина. А я бы с удовольствием посмотрел потом на тени с Кудином, с Калитоновым. Загляденье было бы не боюсь. Тем временем сейчас полное преимущество Сергея в портеле. И мы пускаем. Алексей услышал меня. Никакая плавочка. Да как же так. На затылке сейчас уже ударов вышло. Ну, Марко Бродюсов. Уйдет. Спортивную часть. И что? И неужели? Да нет. Я не думал, что с ним получится вообще копать. Вот в тактический момент. Сейчас лучше на Гелике, но к самому не попасть. Не думаю, что будет Сергей. Устал. Устал. Сил потратил много. Здесь будет такая волевая концовка с непредсказуемой. И немножко замыем. Сергей прекратить эту затылок. Собственно говоря, там за дольча редко реагирует. Повестно говоря, иногда ничем непроизвольно попадает в затылок, потому что соперник головой вводит в сторону. Не застанавливает его. Устал. Не застанавливает его. Я встанавливаю. Все, все. Что произошло-то? Что за Ивангар? Что за Ивангар? Надо кого-то подарить просто от Марка нам. Я, честно говоря, не очень понял. Пассивная защита. Он сказал, что в капу что ли вы поняли? Ну и что? Или... Надо понтуру смотреть. Два секунды, два секунды. Два секунды, два секунды. Марко, почему? Два секунды, два секунды. Я его обратил, и он обратил. Это закончилось. Я подозреваю, что Алексей все-таки не на пол выплевывал, а просто, видимо, держал в зубах. Я услышал, довольно неплохо говорю по-английски, спит. Плюнуть, выплюнуть. Надо на повторе посмотреть. А тут не факт, что будет видно. А тут не факт, что будет видно, поскольку это надо было смотреть, надо было знать еще куда смотреть, а там пойди догадайся. Мне кажется, это неправильно. Это бой такого уровня и из-за такой ерунды останавливать поединок. Здесь не буду я обсуждать действия рефери. Была маленькая спортивная хитрость со стороны Алексея, чтобы продушаться немножко. Но из-за этого боя, ну это... Я разочарован. Григорий. Хотелось досмотреть до конца этот поединок, а не вот так бестолково его закончить. Ну, с другой стороны, это примитивное нарушение правил. Сама будет... Так что разочарование, конечно, понятно, но... Сама будет... Сама будет... Так что второй раунд... Так что второй раунд... Таково. И в таком протоколе будет записано так. Хотя, в общем-то, есть возможность... Есть возможность подать апелляцию сейчас. Никаких проблем. Тем более, что это не титульный бой, это... Какой супер бой. Надо смотреть повторы. Что сказал... Что скажет, точнее, Сергей? Замечательный бой, отличная битва. Алексей был на 20 кг легче вас. Ожидали ли вы, что он даст такой серьезный отпор во время боя? Честно говоря... Я где-то мог попытаться делать болевой удушающий в самом начале. Где-то не прошло. Я решил, чтобы для зрителей было более интересно. Будет все-таки... Поединок в стойке. Так что... Я думаю, все получилось. Спасибо. Ну, конечно, немножко жалко. Конечно, немножко жалко. Сзади вот так вот люди иногда подкрадываются. Трапезу тебя схватили оборачивали. Это Федор Емельяненко. Не знаю, что думать. Согласен я с вами, Григорий, в том числе, что... Хотелось бы досмотреть этот поединок до конца. Очень хотелось бы досмотреть этот поединок до конца. Ну, что сочетать? Ну, я думаю, что да. Да? Я считаю, Сергей, все правильно. Вот вам, собственно, мнение бойца. Мы никому не нужны, потому что уже было... Честнее, наверное, быть не может. В голову Алексея, и... Риск к здоровью... Риск к здоровью, все правильно. Следующий удар в челюсть, и она ломается. Ну, нехорошо. Мы хотим, что все-таки Алексей будет. Мы хотим, что все-таки Алексей будет. Жил, ну, здоров. И он его вместе сходит. Почему нет? Ну, собственно, на этом вот турнире в Сургук и все. Большое спасибо. Потрясающие зрители, на самом деле, очень тепло. Они приветствовали здесь и своих, и не своих бойцов. И ему надеюсь, что турнир понравился и вам. Для вас работали редактор Алексей Володин, режиссеры Александра Самановска, Андрей Карташов, и ваш комментатор Дмитрий Борцов и Григорий Говоронский. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Всего доброго.